Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Считай. Номер 28. Послание к римлянам, 15 глава, 28 стих. Исполним это, и верно доставив им сей плод усердия, я отправляюсь через ваши места в Испанию. Толкование Блаженного Феофилакта. То есть, как бы положив царские сокровищницы, как неприступное и безопасное место, ибо таково запечатываемое. Сказав плод, показывает этим, что подающий милостыню получает от того большую прибыль. Опять упоминает об Испании, показывая тем, что путь его туда необходим для него, и что он пройдет Рим не из презрения к ним. Послание к римлянам, 15 глава, 29 стих. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Толкование. То есть, увижу вас благоискусными во всех благах евангельских, ибо полным благословением благовествования называют все блага достойные благословения, то есть похвалы к сообразной Евангелию. Но можешь разуметь под благословением и милостыню, дабы была такая мысль. Найду вас совершенными в милостыне и человеколюбии. Говорить же это, предваряя их, дабы, устыдившись, похвал, постарались явиться таковыми. Римлянам, 15 глава, 30 стих. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. Толкование. Никогда не почитает себя достойным веры, но представляет посредников. Так и теперь указывает на Христа и Духа. Но об Отце не упомянул, дабы ты узнал, что когда упоминает об одном Отце, то не исключает Сына и Духа. Вот маленько показать. Смотри, вот как говорят. Подвязаться со мною, умоляет он, в молитвах за меня к Богу. То есть люди-то сидят дома где-то. Павел идет в Испанию. Идет это не то, что как мы ехали на машине, там гоним и гоним, ночевали где, особенно в Испании. До того, забрели куда-то, совершенно там дорог никаких нет. Если сломалась бы машина, вообще бы ни заправок, ничего нет. И ехали, 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 наконец все-таки Мадрид. Вот он где. Не знаю, почему нас так занесло туда, в Испанию. А нам надо-то Португалию было. Это на машине. Еда, питье. А тут идет, что на себе вытащишь-то? Ну, может быть, осел, для осла корм надо. Заправочных станций нет никаких. И вот просят подвязаться со мною. То есть он сам подвязается. Сам-то идет, а люди-то дома сидят. В молитвах за меня к Богу. И когда люди помнят и молятся, это означает, они подвязаются. Вот это-то надо помнить, а не просто так. Ну, ладно. Семи церквам послание пишут в откровении. Откровение, но это духовно понимают. Ну, разные церкви, там одно недостаток, другой, третий. Самая положительная – Филадельфия. Ни одного отрицательного качества нет. И самая отрицательная – ладики. И кого спросишь, ну, вы себя к какой относите? В церкви-то, например, Филадельфия. Филадельфия. Да ты посчитай, что они там, какие они есть, что вы здесь. А у нас как раз нападает на нас Филадельфия, эти душители-то. Митрополита Филиппа Скоротовский – это Филадельфия. А он давным-давно уже в ладике, да никогда, может, другим и не был-то. А Филадельфия? Филадельфия. Филадельфия – это любить. Дальше. Сказал же, любовью духа, потому что как отец и сын возлюбили мир, так и дух. Показывает величайшее смиренно мудрие, когда говорит, что имеет нужду в молитве их. Римлянам 15 глава, 31 стих. «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Толкование. «Не сказал, чтобы вступить в состязания и победить их, но чтобы избавиться, исполняя божественный закон, повелевающий молиться о том, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Вместе с этим показывает и то, что необходимо делать подаяние тем, которые живут среди стольких неверующих, об избавлении от которых и сам молится, и при том находятся в опасности погибнуть от голода. «То есть, чтобы приняли подаяние с добрым расположением. Отсюда же видно, что подаяние милостыни недостаточно для того, чтобы она была принята. Когда кто подает по необходимости от неправды для тщеславия, то все погибает, и плод от того уничтожается». Римлянам, 15 глава, 32 стих. «Да бы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Толкование. «Я, — говорит, — потому молюсь об избавлении оттуда, чтобы поскорее увидеть вас, и при том с удовольствием, не навлекши там себе никакой скорби. Не сказал научить вас наставить в вере, но успокоиться. То есть вы оживитесь учением моим, а я оживлюсь приращением вашей веры». «Выражением этим показывает, что и он, и они, как подвязающиеся и трудящиеся, имеют нужду в отдыхе». Римлянам, 15 глава, 33 стих. «Бог же мира добудется всеми вами. Аминь». Толкование. «Предсовокуплять к увещанию молитву всегдашние обычаи апостола». Послание к римлянам, 16 глава, 1 стих. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». Толкование. «Настоящее послание доставило римлянам Фива, потому и знакомит их с нею, высказывает свое уважение к ней и тем, что упомянул о ней на первом месте, и тем, что назвал ее сестрой. Это великое достоинство, и тем, что показал ее должность, наименовав ее диаконисой». Римлянам, 16 глава, 2 стих. «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет, и имеют нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Толкование. То есть, для Господа окажите ей честь. «Принимающий для Господа и незначительного человека оказывает честь Господу, а Фива была святая, следовательно, тем более ей надлежало оказать честь. Поэтому присовокупил, как прилично святым, то есть, как следует принимать святых. То есть, снабдите, чем можете, подайте руку помощи, ибо не сказал, удовлетворяйте всем ее нуждам. Сначала похвалил, потом в средине поместил увещание и, наконец, снова поставил похвалу, окружая с обеих сторон увещание свое, оказать ей честь. «Ибо она, говорит, была помощницей многим, даже мне самому, вселенскому проповеднику, претерпевшему столько страданий». Послание к римлянам, 16 глава, 3 стих. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Толкование. «Они, говорит, помогали мне в слове и учении, и разделяли со мной труды и опасности. Некоторые полагали, что сотрудники эти были помощниками Павлов в делании палаток». Деяние, 18 глава, 3 стих. Далее, римлянам, 16 глава, 4 стих. «Которые голову свою полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Толкование. «И домашних церковь». Толкование. «Они были совершенными мучениками, ибо при Нероне были бесчисленные опасности. Здесь намекает на страннолюбие их, и дабы не подумали, что говорит из лести, представляет и других многих свидетелей. Так они были добродетельны, что все домашние их сделались верными, ибо наименовал их церковью. Так наименовал их из-за страннолюбия, ибо церковью называется тот дом, в котором находится примерное благочестие и добродетель. Ведущий брачную жизнь, пусть поймут, что брачный союз не служит для них препятствием к добродетели». Послание к римлянам, 16 глава, 5 стих. «Приветствуйте возлюбленного моего епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Толкование. «Великое дело быть возлюбленным Павлом, который умел любить с разбором и недаром. Называйте епинета начатком, или потому, что он первый уверовал, став началом и дверью к вере для всего народа, или потому, что показал в себе большое благочестие, почему и сказано, который есть начаток для Христа. То есть не в мирских вещах, но в том, что относится ко Христу». Римлянам, 16 глава, 6 стих. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Толкование украшает женщину трудами за истину. Мариам, говорит, трудилась, бодрствовала, молилась не для себя только, но и, что важнее, исполняла должность и вместо нас, апостолов. «Как же, говорит, а учить же не не позволяю» 1 Тимофея, 2.12. «Запрещает ей не учить словом, но занимать почетное место среди церкви и заседать на возвышении». А домашнее обучение весьма одобряет. «Таким образом, жена учит мужа своего» 1 Коринфянам, 7 глава, 16 стих. «И детей» 1 Тимофея, 2 глава, 15 стих. «И при скилла наставила апостола в вере» 1 Тимофея, 18 глава, 26 стих. «Не сказал же, многому учила, но много трудилась, дабы показать, что Мария служила снабжением, деньгами и другими способами». Комментарий Игнатия Лапкина. «Вне богослужебные собрания и занятия по Слову Божию – это то, без чего не созидалась ни одна община. И этого православных сегодня практически нигде нет. В Библии домашнее обучение весьма одобряет». Римлянам, 16 глава, 7 стих. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Что они сродники Павла, это составляет не такую похвалу какую, составляет то, что они узники с ним. «Ибо они пострадали гораздо более всякого узника, быв влачимы с места на место и разоряемы. Важно и то, чтобы быть апостолом, особенно если взять во внимание, что и у нее была женщина, тем более важно было, важно быть славным между апостолами. «Ославились они делами своими». «Не стыдится Павел говорить прежде меня еще уверовавших во Христа, поставляя им в похвалу, чтобы выступили наперед и предвосхитили благо». Римлянам, 16 глава, 8 стих. «Приветствуйте, Амплия, возлюбленного мне в Господе». Толкование. «Если за великое почитается быть любимым царем, то насколько славнее быть любимым Павлом, который любит за добродетель и для Бога». Вот интересно, в то время, кто знал там Павла, тут какой-то Епинет, Амплия, сегодня печатает на разных языках мира везде, старается подражать. Вся печать по-тогдашнему писали везде, за нейрона были. Ну, помню, вышло, там что там он сказал, как сказал, больше миллиона, миллион двести тысяч. Речь, отдельная брошюрка, бесплатно, чтобы ее раздавали. Отдельно. Брежнев. Точно так же было у Хрущева. И где его кто вспоминает? А дети божьи как были, остаются. За две тысячи лет прошло, а тут 20 лет пройдет, уже никто не помнит. И главное, книги эти заполняли все. Там Брежнева, Хрущева. Я пришел и говорю, а что-то тут у вас книги-то эти есть? Ей, были, говорит. Приказ пришел, говорит, все сжечь. И прямо тут же во дворе библиотеки вытащили все книги и сожгли. Государство, которое их распространяло и тут же все сожгли. А Библия было сжигало? Было и были, конечно. Было. Но старались спрятать, не дать. Дальше. Римлянам 16 глава 9 стих. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, истахия, возлюбленного мне. Толкование-то похвала больше предыдущей. Она даже причина той и содержит ее в себе. Ибо кто сотрудник, тот и возлюбленный. И этого венчают тем же. Римлянам 16 глава 10 стих. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Арестовулова. Толкование. То есть безукоризненного и беспорочного во всем. А некоторые говорят, что это сказано в отличие от другого какого-то Апеллеса, незаслуживающего одобрения. Эти, вероятно, были не таковы, как прежние. Почему и не упомянул о них поименно. Римлянам 16 глава 11 стих. Приветствуйте Иродиона, стродника моего. Приветствуйте из домашних наркиса тех, которые в Господе. Толкование. То есть верных. Римлянам 16 глава 12 стих. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Толкование. Амариам сказал выше стих 6, которая много потрудилась. А об этих говорит, что они еще трудятся. Великая похвала всегда быть в деле и трудиться. Это выше упомянутых перед Сим. Потому что она не только много потрудилась, но и возлюбленная. Так именуют каждого по достоинству. Одних поощряя к большей ревности, а других возбуждая к соревнованию. Римлянам 16 глава 13 стих. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Толкование. Двойное благо. И сын беспорочен, и мать безукоризнена. Ибо не сказал бы, конечно, матерь его и мою, если бы не усвоял этой женщине великую добродетель. Римлянам 16 глава 14 стих. Их приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Толкование. Здесь не на то, смотри, что перечисляет их, не переписав им никакой похвалы, но на то, что хотя они были гораздо ниже всех, однако удостоились от апостола приветствия. Лучше же сказать, что он и им писал похвалу, когда назвал их братьями. Римлянам 16 глава 15 стих. Приветствуйте филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Толкование великую похвалу приписывает и этим лицам, ибо назвал их святыми. Римлянам 16 глава 16 стих. «Приветствуйте друг друга с целованием святым, приветствует вас все церкви Христовы». Толкование. «Дабы не попадать в поводок раз прям тем, что одних приветствуют так, а других иначе, об одних отзываются с большими, а других с меньшими похвалами, всех уравнивает святым лобзанием. Дабы ни высший не презирал низшего, ни низший не завидовал высшему». Потому что святое лобзание все умиротворяет и уравнивает. «Не только сам соединил их, но и посылает им приветствие от всех церквей, чтобы соединились. Ибо говорит обо всех вообще, а не о том или другом. Остальким лицам высказал приветствие в этом послании, чего не сидел ни в каком другом, потому что еще не видал римлян. «Поскольку же в Риме нашли прибежище многие из сродников его, то достойно упоминая о них поименно, знакомит с ними римлян посредством послания». Римлянам 16 глава 17 стих «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Толкование. Толкование. Итак, распри и раздоры или ереси вводятся теми, которые преподают учения, противные апостольскому учению. Римлянам 16 глава 18 стих «Ибо такие люди служат не Господу нашему и Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Толкование. «Удаляйтесь, — говорит от них. Если бы они делали это по незнанию или заблуждению, то их следовало бы исправить. Но поскольку они погрешают намеренно, то бегайте от них. Намекает же на иудеев, которых обыкновенно укоряет, как чревоугодников, ибо таков весь род их». Далее. «Все ереси рождаются от служения страстям и чреву. Как же не стыдно тебе, брату Христову, делать учителями своими рабов чрева? Заметь же, что служащий чреву не служит Христу. Они коварствуют, — говорит, — посредством ласкательства, ибо выражение ласкательством и красноречием, значит, на языке дружба, а на сердце коварства. Не сказал же, обольщает вас, но сердца простодушных, то есть простых». Комментарий Игнатия Лапкина. «Трудно представить, что апостол Павел был с опухшим лицом и толстым чревом. Ученику Христову не пристало быть похожим на свинью. Иоанн Златоуст высмеивает тучных людей, говоря, «Разве тебя готовится принести в жертву?» «Человек оприобременяет себя явствами, как город, который готовится к осаде. Работники медицины подсказывают нам, что нужно знать свой рост в сантиметрах и отнять 105 и выше этой цифры. Твой вес не должен подниматься. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. Служащий чреву не служит Христу». Римлянам, 16 глава, 19 стих. «Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Толкование. Они обольщают, сказал, добродушных, простодушных. Но ваша покорность, которая происходит от великой кротости, известна всем. О ней свидетельствую не я один, но вся вселенная. Поэтому я радуюсь за вас, что не обольстились». Намекает на то, что и из них некоторые были обольщены. «Явно же высказывает то же, что и Господь. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Ибо желай, чтобы и они были мудры, или осторожны на добро, то есть в деле собственного спасения и собственной пользы, а просты на зло, то есть в том, чтобы не делать другим зла, ибо простой никому не причинит вреда». Римлянам, 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Толкование. «Так как были распри, то призывает подателя мира, чтобы прекратить раздоры. Не говорит же покорит, но что гораздо сильнее сокрушит, и сокрушит не столько тех, которые вводят раздоры, но и вождя их. Утешает также и относительно времени, ибо присовокупил вскоре. Слово «сокрушит» выражает и молитву, и пророчество, потому что стоит в будущем времени. Напомнил им о благодати, дабы, судя по тому, что уже получили, сделались ревностнейшими к верованию и относительно будущего. Ибо если Господь спас их в то время, когда они были врагами, то тем более теперь сокрушит сатану. Замень же апостол не отделяет ни дела от молитвы, ни молитву от дел. Сначала он засвидетельствовал об их послушании, а потом стал молиться, чем и дал знать, что мы не только прежде, но и теперь, хотя бы мы были искусны, имеем нужду благодати Божией. Римлянам 16 глава 21 стих. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатор, сродники мои». Толкование. Тимофей трудился с ним в благовествовании, а делает то же, что делал Павел, великая похвала. Об этом и Асон не упоминается в деяниях апостольских, как о подъявшем опасности. Весьма мужественно. Деяние 17 глава 6 стих. «Осродники они апостола не только по плоти, но и, что гораздо важнее, по благочестию. Ибо если бы они не были таковыми, то не упомянул бы о них». Римлянам 16 глава 22 стих. «Приветствую вас в Господе и я, тертий, писавший сие послание». Толкование. «Великое дело быть писцом Павла. А пишет это тертий не для того, чтобы похвалить самого себя, но для того, чтобы привлечь к себе большую любовь римлян, как послуживший в написании посланий к ним». Римлянам 16 глава 23 стих. «Приветствует вас Гайей, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт». Толкование. «То есть принимающий меня у себя в доме». Далее, что Гайей принимал у себя всю церковь и самого Павла – это великая похвала, ибо Павел не пошел бы к нему, если бы не нашел его достойным. То есть попечитель и казначей города Каринфа. Упоминает о нем, дабы ты узнал, что ни богатство, ни чин, никому не служат препятствием вере и правой жизни. Римлянам 16 глава 24 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Толкование. «В основании или в начало своего послания положил там следующие слова. «Благодать вам и мир». Римлянам 1 глава 7 стих. «И теперь, полагая предел или конец посланий, заключая тем же, молясь, чтобы благодать Божия всегда пребывала со всеми римлянами. Это черта учителя – помогать ученикам не только словом, но и молитвой». «Почему и говорили апостолы, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Деяние 6 глава 4 стих. «Благодать же да сохранит и нас, не от и дел надеющихся найти место спасения, но всецело уповающих на божественную благодать и милосердие. А посредством ее достанем высшей сетей сатаны, сокрышив их под ногами своими во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава вовеки. Аминь». Думаю, что закончим тут. Сколько? Снова послание, начнем новое. 26. 27.